Бывший премьер-министр Израиля Нафтарей Беннетт в ходе интервью BBC назвал палестинских детей, защищающих свои поселения, террористами, подлежащими ликвидации. Данная реплика прозвучала в ходе обсуждения очередного кровавого рейда в Дженине, в результате которого погибли четверо детей, 12 взрослых, ранены 120 палестинцев, 20 из них в тяжелом состоянии. Ведущая BBC Анджана Гадгил прямо обвинила израильскую армию в том, что она с радостью убивает малолетних детей, на что политик поспешил оправдаться и назвал все действия правительства в отношении палестинцев вполне справедливыми. Израильская армия называет это военной операцией, но теперь мы знаем, что молодые люди, в том числе четверо в возрасте до 18 лет, были убиты. Это действительно то, чем является ваша армия? Знаете, весьма примечательно, что вы так сказали, потому что они убивают нас. Если 17-летний палестинец стреляет в вашу семью, кто он? Согласно вашему определению, они террористы. ООН называет их... Нет-нет, я на самом деле спрашиваю вас, как бы вы назвали 17-летнего человека с винтовкой, стреляющего в вашу семью и убивающего вашу семью? Как бы вы определили этого человека? Мы не об этом говорим. ООН определила их как детей, и мы знаем, что в результате этой целенаправленной атаки погибли 4 человека в возрасте от 16 до 18 лет. Не будем забывать, что это целенаправленная атака. Израильские силы идут и ищут этих людей. Знаете, 17-летний террорист может убивать мирных жителей. Есть фундаментальная разница между тем, что они делают, то есть явно и преднамеренно нацеливаются на гражданских лиц, и тем, что делаем мы, нацеливаясь на террористов. Мы поступаем правильно. Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженини 3 июля. Высокопоставленный правительственный чиновник страны заявил, что главная цель операции – покончить с ролью Дженина как городоубежище для террористов. По его словам, операция продлится столько, сколько потребуется. В военных рейдах, по различным данным, участвует более 1 тысячи израильских солдат. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых в результате ряда ударов израильской армии. Палестинское военизированное движение «Исламский джихад» назвало операцию резнёй и обещало дать на неё ответ.